всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас такой трэш обзор подборка 20 продуктов фаберлик который мне вообще не нравится который никогда больше не куплю и вам не советую сейчас меня прям наверно ярые поклонники фаберлик закидают камнями тем не менее эту подборку худших средств на мой взгляд фаберлик было сделать мне гораздо труднее их прям вот 20 может быть еще плюс 2 там максимум лучшие 20 средств ссылку кстати кто не видел на это видео я оставлю внизу прикрепленных сообщений под видео было как-то вот сделать гораздо легче и их не 20 даже не 30 не 40 достойных продуктов фаберлик гораздо больше но есть как и в любой косметической любой другой компании свои провалы так давайте начинать первый продукт который я больше не куплю никогда и уже давно не покупают порошок порошок фаберлик любой сыпучий да почему я долго очень им пользовалась но наверное полгода точно и как-то вот вы знаете на вещах мне не понравилось как он себя проявляет во-первых они как-то становятся знаете как не знаю как заношенные что ли цвет теряется но не нравится мне не нравится мне как выглядит вещь не то что как вот она на ощупь по качеству да к этому в принципе претензий не было как она выглядит вообще не нравилось но я давала ему шанс я добавляла к нему пятновыводитель наш сыпучий чтобы он отстирывал лучше потому что как он отстирывает мне не нравится тоже он не справляется ни с какими абсолютно пятнами только может быть со свежими и какими-то ну вообще всего в принципе он плохо отстирывает это понятно потому что в нем гипоаллергенная формула и соответственно там гораздо меньше пав чем в других порошках за счет этого он и гипоаллергенен и для аллергиков для астматиков может быть это и находка может быть но чтобы он отстирал опять же нужно приложить какие-то усилия до или постоянно стирать на 90 градусов либо добавлять я бы добавляла ложку сыпучего пятного водителя от faberlic тогда одна стирка выливается в такую кругленькую сумму то есть в копеечку а за эти деньги даже не за эти в два раза дешевле как минимум можно взять очень достойное средство которое проявит себя на ваших вещах также не вызовет аллергии абсолютно никаких и отстирывать будет потрясающе поэтому я никогда больше не возьму порошок faberlic это мое первое разочарование второй продукт который больше не куплю это карандаш для бровей на самом деле он очень даже неплох он настолько тонкий что идеально прорисовать и можно каждый волосок но если вы будете так делать то этого карандаша вам хватит на три применения вот именно из-за его не экономичности то есть он стоит около 300 рублей да и но если растянуть максимум вам хватит его на неделю максимум там хорошая щеточка им очень удобно оформлять бровки но там настолько мало продукта настолько тонкий можно было сделать грифель чуть потолще и если уж как делают другие производители да на форме треугольничка грифель да то есть на одном конце у вас будет тонкая скажем так прорисовка а на другом конце там круглые либо уголочки для заполнения то есть это тоже очень удобно не экономичен совершенно за 300 рублей на три-четыре раза оформить брови карандаш это очень дорого это безумно дорого это мне кажется вот прям люкс дешевле будет экономичнее карандаш для бровей которых я уже говорила вам в своем заказе наверное последним или предпоследним я ставлю ссылочку на это видео в пустых баночках я его показывала как он жутко плешивит вот этот вот который обычный карандаш до за 99 рублей часто бывает наихудшайший продукт просто он так плешивит жутко он ваши волоски все склеивает когда вы пытаетесь оформить брови и получается ну просто жуть им нереально нормально оформить брови только еле-еле дотрагиваясь если он тогда вы не получите желаемого эффекта поэтому он просто ужасен хотя мне девочки писали что оформляют им брови я не знаю я показывала и со мной многие девчонки соглашались что это отвратительный продукт блеск для губ вот этот вот брала его мне кажется весной еще той до сих пор у меня стоит потому что рука к нему абсолютно не тянется совершенно не тянется потому что это крайне нестойкий продукты худший из тех блесков которые пробовала faberlic он практически не дает никакого оттенка такой легкий легкий но это блеск ладно ему простительно он не увлажняет абсолютно губы мне кажется наоборот когда он сходит даже пересушивает хочется постоянно постоянно носить каждые пять минут и каждые пять минут он с ваших губ куда-то исчезает таинственным образом то есть если вот стоять не шевелиться да он продержится может быть 10 а так через пять минут все его на губах нету поэтому вообще вот даже не советую бальзамы для губ что антивозрастной что какой-то там по моему с витаминами еще какой-то у меня не все и оттеночный если оттеночный еще мне как-то вот нравится да потому что оттенок дает красивый бежевый особенно да то в целом мне не нравится их текстура они совершенно не увлажняют губы вот на тот момент когда вы нанесли их на губы да они увлажнены когда этот бальзам сошел с губ губы мне кажется стали еще суше вот это действительно так то есть если на зиму брать какие-то средства то точно не это потому что не спасет от трещин на губах от шелушения даже подчеркнет при нанесении бальзам для губ все ваши недостатки и есть действительно хорошие бальзамы и которые можно даже купить дешевле на самом деле по акциям и они хорошо работают они действительно питают и ваши шелушения недостатки не подчеркивают и наоборот их сглаживают губки становятся мягенькие эта песня не про эти бальзамы я брать их больше точно не буду малофтелин сейчас поклонники этого чудо средства вот вот точно точно напишут мне какую-нибудь гадость но тем не менее это средство у меня в использовании больше полгода однозначно и пробовала я его при ожогах термических при ожогах солнечных при каких-то ранах порезах тестировала как могла там функции заявленных вообще тьма кроме покраснения кожи да я на ребенке пробовала на себе то есть не то что у меня там какая-то индивидуальная непереносимость кроме покраснения кожи вместе куда-то его наносишь да на рану или еще на что-то он больше ничего не делает абсолютно там вот такая вот наверно такой список заявленных свойств что он там и омоложает и чудеса различные творит вообще это не крема волшебная палочка но ничего подобного абсолютно не от ожогов не спасает ни раны не пореза ничего уж гораздо лучше эффективнее бипонтен или просто обычный детский крем гораздо эффективнее поэтому это мой продукт разочарования стоит мертвым грузом не знаю куда деть мицеллярная вода биомика тоже на нее вам уже неоднократно я оставляла отзыв хоть ее и перевыпустили да и не знаю всю ли линейку перевыпустили ли только мицеллярку но у меня рука больше никогда в жизни не дрогнет заказать что-то из этой серии даже это просто вырви глаз кожу щипала не только вокруг глаз но и в принципе везде и ладно вот когда вот есть там аксиологи то уж жуть вообще линейка да и щиплет глаза а тут не то что щиплет а прям начинает все гореть раздражение появляется краснота появляется ну крайне неудачное средство которого таким образом проявила себя на моей не чувствительной коже я представляю бедных девчонок которые заказали ее в первой линейке да когда он только появилась у кого чувствительная кожа там мне кажется вообще верхний слой сжечь можно было легко поэтому вы перевыпустили не перевыпустили я все равно больше заказывать эту серию не буду вообще как можно было неудачный продукт такой в массовой производства до людям не проверив то есть они потом увидели отзывы им писали в обратную связь не а значит что то не то вы его не тестировали что ли получается я не могу понять поэтому конечно это ужасная серия ужасный мицеллярка практически то же самое только чуть полегче у меня с линейкой аксиологи с мицеллярной водой была она у меня я ее конечно допользовала но это крайне неприятная мицеллярная вода который от которой тоже очень сильно щиплет ваши глаза прям вот но невозможно старалась даже по минимуму наносить ее на ватный диск и эффект панды там тоже есть как и у биомики но не такой конечно как у биомики биомики вот такие вот финиши прям когда пытаешься смыть с макияж глаз вот не понравилось нет больше никогда повторять не буду кислородное дыхание линейка мне вообще не очень нравится вся а мицеллярка так вообще поэтому и не стала брать кстати новинку двухфазную потому что на нее тоже уже были отзывы что она пощипывает глаза мицеллярная вода должна быть деликатной серия ультра практически каждый продуктом заявлен как матирующий да а я вам конкретно покажу тоник или мицеллярочку вообще мое разочарование я ее брала на лето весной помнится именно с целью матирования кожи да потому что кожа комбинированная лето может быть прям в этой зоне жирная и нужны были вот такие хорошие средства но это вообще жуть это просто жуть там никакого матирования нет после них кожа блестит еще больше чем до них не тоник не мицеллярка я мицелляр куда до пользовала и в пустых баночках каких-то там из вам рассказывал тоник у меня так и стоит потому что даже зимой к нему рука не тянется то есть на них даже написано что они матирующий крем вот такой оранжевенький у меня из этой линейки был у меня от него вообще поры все становятся расширенные это крем на минуточку так для проблемной кожи для проблемной жирной комбинированной кожи который должен наоборот сужать поры или как-то затирать их после нанесения прям после а через некоторое время еще хуже пор настолько расширенные какие-то забитые что ли ну вообще ужасная линейка ультра я вам не советую тканевые маски они единственный faberlic как бы и называются у нас до face mask с различными они там у нас вкусами с виноградом там еще с чем-то я брала все их пробовала и ни от одной из них не увидел абсолютно никакого эффекта после них остается липкость они крайне неудобно в использовании своим огромным лекалом то есть чтобы вот нормально к лицу приложить маску нет это не про это 1 волосы заходит до либо сидеть ее обрезать но это уже я не знаю за такие деньги как бы она у нас без акции 150 рублей стоит одну масочку на один раз там много конечно остается продукта как и во всех тканевых масках да и можно повторно его использовать но желание честно говоря нет я не увидел от них они эффекта не какого-то вот приятного воздействия но ничего поэтому конечно больше никогда не повторю прибор для массажа кожи девчонки он хорош он действительно хорош он классный и после того как вы проработали лицо свое намазали там сывороточкой до сделали масочки пилинги сыворотку кремушек свой ночной дневной нанесли можно очень хорошо помассажироваться можно очищать с пенками с гелями щеточками другими насадками ваше лицо то есть во всех планах это классная вещь не советую покупать фаберлик почему потому что в три дорога то есть на акциях стоит этот прибор 900 рублей я когда купила мне такого хотелось очень я им пользуюсь кстати с великим удовольствием он потрясающий можно хорошо подтянуть кожу поправить овал лица убрать мешки под глазами если утром после нанесения крема вот так вот массажик делать там есть массажная насадка такая с роликами до шариками в общем он классный но он очень дорого стоит фаберлика я его взяла там да и потом прошлась по магазинам бытовой техники в том числе и по фикс прайс увидел фикс прайс он вообще стоит 199 рублей но там три насадки он такой же розовый он такой же в такой же абсолютно коробочке только там нет надписи фаберлик один в один но там три насадки а фаберликовской 5 но я пользуюсь только этими тремя насадками если честно остальные две у меня просто лежат стране или 4 там я уже не помню а а в магазинах бытовой техники типа эльдорадо там dns и другие да он стоит вообще 300 чем-то рублей где-то 349 где-то еще поэтому если вы смотрите на этот прибор и давно хотите его купить я просто вас уберегают лишней переплаты денег в три в четыре раза пойдите в магазин бытовой техники там этот прибор абсолютно такой же такого же цвета с такими же насадками вы найдете гораздо дешевле про шампуни серии но снова я уже говорила вам что они не убрали перхоть а наоборот ее вызвали мне не понравились бальзамы но снова потому что они никакие даже шампунь по своей консистенции и потому как он ведет себя на волосах гораздо питательнее нежели бальзам бальзам мне кажется наоборот даже еще пересушивает я брала конкретно себе розовую линеечку а мужу вот такой вот серо-голубую до бирюзовую и он должен этот был шампунь бороться с перхотью а он вызвал наоборот излишнее шелушение головы зуд и как следствие перхотя стало гораздо больше поэтому никогда больше конечно из этой линейки ничего не приобретут практически то же самое с вот этим вот шампунем из линейки эксперт а я брала из этой линейки только зеленый и черный и вот черный с углем который мне очень нравится также как и скраб для кожи головы тоже из этой серии да а вот этот зеленый от него после первого применения жуткий зуд вот действительно жуткий зуд прям вот наоборот такое ощущение когда помыли что у вас волосы стали еще грязнее в их месяц не мыли и хочется кругом их вот так чесать 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 в общем ну это конечно может быть только у меня так не не только у меня потому что мне девчонки тоже писали что у них зуд на этот шампунь некоторые писали что подходит здесь все индивидуально поэтому то что я вам сейчас рассказывать нет не значит что не подойдет вам нужно пробовать все равно и подбирать сыворотка для волос из линейки салон ке которая должна убирать пушистость пушила мои волосы еще хуже совсем не понравилось не понравилось мне и сыворотка знаете такая масляная салон салон ке такая бутылочки в стеклянной да тоже мне кажется она просто напичкана силиконами она еще больше сушила мои волосы то есть когда ее нанесешь вроде как все хорошо да а на следующий день просыпаешься у тебя кончики еще больше пересушены чем были до нанесения этой сыворотки поэтому эти продукты мне очень не понравились линейка средств для волос лаз лаки мусы средства для укладки а мне не понравилось вообще лак настолько не как вам сказать никакой то есть он не фиксирует даже короткие волосы в том положении в котором ты хочешь зафиксировать да вообще никак да он конечно легко вычесывается то есть он не склеивает волос но сейчас куча продуктов которые не склеивают волосы и уже очень мало на рынке осталось тех кто которые реально склеивают это только если на одно место вот так долго долго пшикать но то же самое будет с лаком фаберлик если так делать вообще не держит укладку не 5 минут даже нисколько бесполезный продукт на мой взгляд и крайне неудачный линейка fleur de прованс тут у вас будет представитель ее также как и линейка бьюти кафе мне не нравится вообще я из этих двух серий точно не буду брать ничего потому что мне не нравятся ароматы мне не нравится консистенция это конечно дешевые линейки дешевые продукты даже в продажах они бывают там вообще за копейки ели для душа и жидкие мыло и твердое мыло и так далее в общем дешевая серия от нее ожидать конечно чудес не надо не сушит кожу и слава богу но не тянется рука вообще не по ароматам ароматы на теле не остается приятных ароматов на самом деле в этой линейке мало также как каких-то питательных ухаживающих свойств их там в принципе нет поэтому эти две серии это так вот поиграться линейка про руки про ноги вообще отдельная история они тоже относятся к дешевым средствам фаберлик там за 50 за 60 рублей можно взять один тюбик крема для рук или для ног да я брала увлажняющий с оливой для рук брала с хлопком еще с чем-то по моему и то есть это вообще никак и практически вода водой руки как были сухие и ноги как были сухие так и остаются вообще не хочу мне девчонки писали что есть смысл попробовать средства для рук и для ног 5 в одном комплексная которая да и я обязательно девчонки возьму оба эти средства и протестирую их обязательно следующий может быть заказе из линейки про ноги тоже но немножко другая история охлаждающий крем для ног который должен охлаждать да как и заявлено вообще не охлаждает ни минуты ни секунды нисколько усталость с ног не снимает бесполезный продукт абсолютно вот вода водой вообще даже не ждите от него никаких чудес и не берите не тратите свои деньги не расстраивайтесь зубная паста из линейки эксперт с красным крестиком я вообще очень глубоко уважаю всю эту линейку да эксперт фарма много работающих средств но не подружилась я с пастами чувствительность зубов которая должна снимать она ее не снимает вообще был период когда мне это было необходимо нет никакого облегчения она вам не даст и скажу вам больше что когда я пользовалась этими постами 200 плюс еще какая-то у меня была до несколько месяцев меня появился кариес первый раз в жизни то есть мне пришлось лечить зуб действительно был кариес поэтому я отошла от этой серии и больше экспериментировать над своими зубами не хочу один раз столкнулась и достаточно силиконовая зубная щетка которой многие поют оды а многие и ненавидят я отношусь к числу последних почему потому что после первого применения вызвала жуткую не знаю аллергическую не аллергическую реакцию раздражению то есть десна не обо всем набухли и такое ощущение что ты сожгла рот знаете когда бывает кипяточка так хлебанешь случайно чая горячего вот и везде вот эти вот как-то раздражение покраснение неприятные ощущения которые болезненные такое ощущение что стоматит начинается да мне было очень странно столкнуться такой ситуации потому что я взяла и после того как начиталась многочисленных положительных отзывов да и даже не подумала на щетку после первого применения потом когда уже начало до меня доходите когда я убрала в сторонку несколько дней чистила другой все прошло то есть без какого-либо лечения потом я решила ради эксперимента опять здесь щетку и да на следующий день опять та же самая песня поэтому вот эти силиконовые щетки конечно это вещи индивидуально кому-то подходит кому-то нет мне не подошли ну и бог с ними вот и все мои хорошие вот такой треш обзор с вами у нас сегодня получился я надеюсь что мои отзывы были вам полезны и берегут от каких-то там излишних затрат или расстройств а на этом я с вами прощаюсь до следующих видео оставьте обязательно лайк подписывайтесь на мой канал впереди нас тоже много интересного всех люблю и целую пока пока